В Доме музыки сегодня играли лауреаты международного конкурса пианистов Владимира Крайнего. В гала-концерте молодые музыканты выступали вместе с маэстро Владимиром Спиваковым и виртуозами Москвы. Репортаж Анастасии Егоровой. Ну, это место надо повторить. Владимир Спиваков репетирует с финалистами конкурса перед гала-концертом. Это их вторая встреча. Первая состоялась накануне. Маэстро даёт советы для финалистов конкурса. Здесь многое в новинку. Ну, приходится немножко с ними, конечно, заниматься, потому что они первый раз играют с оркестром многие. Для них это волнение большое. Первый раз оказываются в этом океане музыки. Только они играли со вторым фортепиано, с учительницей, со своей. Для них это, знаете, как выход в космос. Кате Лакеевой 8 лет. Она победительница конкурса в категории для самых маленьких участников «Дебют». Занимается на фортепиано с 3,5 лет. В прошлом году поступила в музыкальную школу имени Гнесиных, набрав наивысшее количество баллов. На гала-вечере с маэстро Спиваковым играет концерт Йозефа Гайдена. Мне очень нравится с ним играть, потому что он очень любит наводить красоту именно в концерте. Там мне некоторые места замедляться, некоторые там делать, некоторые оттенки другие. Мне это очень нравится. Катя, как и обладатель первой премии конкурса в младшей категории «Дзи Юй Шао», ученики Елены Березкиной. Четыре года назад «Дзи Юй» приехал из Китая специально, чтобы учиться у этого педагога. Тогда специальностью была скрипка, но несколько занятий с преподавателем, и «Дзи Юй» решил стать профессиональным пианистом. Для этого выучил русский язык. Мне больше интересно на рояле, потому что у них оркестровка больше, чем в скрипок. Дзи Юй Шао На галовечере играет Моцарта. Маэстро считает, у Евы большое будущее. Просто явление, я бы сказал. В ее возрасте такого владения временем я не слышал. Очень редко. Может быть, у Жени Кисина, только когда он был маленьким, совсем ребенком. Было что-то вот оттуда. Вот, и эта девочка будет большой пианисткой. В этом году конкурс Владимира Крайнего проходил онлайн. Несмотря на дистанционный режим, интерес к международному состязанию не уменьшился. Жюри отобрало к участию почти три сотни видеозаписей. Свои выступления прислали исполнители из 14 стран. Галовечер в Доме музыки. Кульминация конкурса. Анастасия Егоров, Сергей Скоридов, Новости культуры.